Здравствуйте! Темой сегодняшней лекции являются таймеры, или по-другому таймеры счетчики. Таймеры счетчики используются для счета импульсов. Когда на них приходит импульс, значение их регистра либо увеличивается, либо уменьшается на единицу в зависимости от режима работы таймера. В итоге их можно использовать как для счета этих самых импульсов, так и для расчета времени. Если мы точно знаем частоту исследования импульсов. Давайте рассмотрим, во-первых, какие режимы работы бывают. Первое. Это инкрементный. Когда значение счетчика каждый раз увеличивается на единицу по приходу импульса. Декрементный. Это когда каждый приход импульса, значение счетчика уменьшается. Инкрементный, декрементный. Сначала значение счетчика увеличивается до определенного значения, а затем оно уменьшается обратно до нуля. Следующая структура таймера счетчика. В общем-то, имеет смысл ее знать. С чего все начинается? Все начинается с... С... Вот этого тактирования микроконтроллера. У нас... Вот это и есть те, та тактовая, которая обычно приходит на счетчик. Здесь есть делитель частоты. Он используется для того, что тактирование самого микроконтроллера, оно обычно очень большое. А на счетчике надо считать время обычно небольшое. Там порядка миллисикл. И разрядности счетчика не хватает на расчет такого времени. И тогда частота делится на 2, на 8, на 16, на 1024. Помимо этого, можно либо тактировать с тактированием микроконтроллера, либо можно подключать внешний сигнал. В случае подключения внешнего сигнала, как раз можно использовать счетчик в качестве счетчика импульсов. При подключении тактирования микроконтроллера, счетчик используется как таймер для расчета времени. Дальше. Здесь выбирается один из этих двух входов. И все это поступает на блок управления. Который как раз таки либо увеличивает, либо уменьшает регистр счета. И этот регистр счета уже можно получить с помощью шины данных, куда бы то ни было. То есть, программист имеет доступ к этому самому регистру счета. Спокойно может узнать его значение в каждый момент времени. Далее. Когда регистр счета становится равной FFF, то бишь, когда все единицы, максимальное значение. Либо если регистр счета становится равным значению, которое записано в регистре сравнения. В этом случае формируется запрос на приживание. Вот он. И программа вылетает в это самое приживание, где выполняется какая-то команда, которая нужна тому, неважно какая. И после чего возвращается программа обратно. Аналогичным образом можно формировать и ШИМ. Когда счетчик по редактированию микроконтроллера доходит до определенного значения, дальше значение выхода инвертируется. После чего счетчик опять доходит до какого-то значения, и значение выхода опять инвертируется. И так далее. Таким образом, таймер может автоматически генерировать ШИМ-сигнал. Всего лишь навсего ему надо задать параметры, то бишь, ну, частоту и скважность сигнала. И он уже автоматически на аппаратном уровне начинает генерировать широтно-импульсный сигнал. Вот такая вот структура таймера счетчика. Спасибо за внимание. До свидания.